Добрый вечер, дорогие товарищи! Всем добрый день! Тема у нас об итогах совещания коммунистических и рабочих партий. Так, ну, наверное, сразу нужно уточнить, а многие и сами знают, что совещаний-то вообще было несколько. И более того, столетие Великой Октябрьской социалистической революции – это событие столь большого масштаба и значения, что мимо этой даты не прошел никто. И не только коммунистические партии, не только мы с вами или прогрессивные силы мира, а, значит, и реакционеры тоже, и монархисты, и антикоммунисты. Но эту часть мы с вами, наверное, рассматривать не будем. А вот то, что касается, значит, ну, действительно ортодоксальных коммунистов, значит, легальных марксистов, различного рода оппортунистов и ревизионистов, которые косят под коммунистическое движение, там, правых, левых, социал-демократов и прочее, нам так или иначе придется коснуться, да, вот, в своем рассмотрении. Поэтому, как я уже сказал, совещаний было несколько, значит, в том числе были мероприятия, которые организованы, были помимо, так сказать, коммунистических сил и тех, в которых мы не участвовали. Ну, и для того, чтобы понять, что это действительно так, я хотел всем напомнить, что был выпущен специальный указ президента России. О чем? О, значит, подготовке и проведении мероприятий по встрече, значит, и в честь революции 1917 года в России. То есть, так как бы, не уточняя, что речь идет, значит, о Великой Октябрьской Социалистической Революции, а вообще, так сказать, процесс 1917 год был отмечен потрясениями и Февральской Революции, и Октябрьской Революции и прочее, прочее. Понятно, что это не случайно, потому что целое направление, и я бы сказал, такая задумка во многом у властей и у наших социал-демократов типа «Справедливая Россия», она сводилась к тому, что вот в феврале это неплохо, а дальше вот надо было остановиться. Да, и пришли там вот большевики с 1917 годом, и все. Напортили. Да, и все пошло не в ту сторону, в которую им бы хотелось. Вот, поэтому, значит, начнем мы, наверное, с того, что, значит, рассмотрим эти мероприятия и в хронологии, и по важности с нашей точки зрения. Значит, во-первых, поскольку отмечали разные силы и отмечали по-разному, соответственно, оргкомитетов было несколько. Так, значит, у нас с вами был оргкомитет, который назывался «Октябрь 100». Так, мы в этот оргкомитет пригласили, значит, те силы, которые стоят на классовых позициях, которые отмечали именно 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, которые придерживаются позиций ортодоксального марксизма. Значит, наш оргкомитет действовал, ну, свое, как бы, ядро организующее имел в Ленинграде. Из присутствующих здесь товарищей, значит, наших ближайших союзников, туда входили РК и РП, входила рабочая партия России, входили наши товарищи из ОКП, входили наши друзья, троцкисты-леницы из РПК, значит, марксистская тенденция, ассоциация марксистских организаций, ну, и некоторые другие образования. У властей был организован свой комитет, функция которого, значит, организующий президент своим указом, о котором мы упоминали, возложил на российское историческое общество, ну, и они проводили большую серию мероприятий в разных городах России, с использованием очень больших ресурсов, значит, основным содержанием, которого было, ну, если по-народному просто говорить, это извратить, очернить, исказить, принизить, замолчать и так далее и тому подобное. Конечной целью вообще, ну, не целью, а завершающим мероприятием у них было запланирование открытия, так называемого, памятника примирения белых-красных, так, планировалось это дело открыть в Крыму, откуда, значит, барон с остатками, значит, белой недобитой публики драпал, да, в Турцию и дальше кто куда, чего. Я, честно говоря, особенно не следил, большого шума, по крайней мере, не было бы. Открыли они памятник или нет, надо посмотреть. Если что-то не доработал, к лекции готовился, вот не посмотрел, больше прощения. Но этот комитет нас интересует не очень сильно. Был еще один оргкомитет, который организовали товарищи, значит, из КПРФ, легальные, так сказать, парламентские оппозиционеры, ну, к его деятельности и к тому мероприятию, которое они, значит, проводили, мы еще вернемся, когда будем рассматривать самую масштабную, что ли, проведенную встречу. Также был комитет, который, вот, связан с именем Бузгалина, наших друзей-соратников РПК, которые провели серию мероприятий в Москве и в Питере, кое в чем мы, так сказать, участвовали. Но это тоже, значит, наверное, потом чуть-чуть. А пока начну я с нашего главного, для нас главного мероприятия. Это работа оргкомитета «Октябрь-100» и той встречи, которой я состоялась, конференция в августе месяце. Значит, прежде всего, комитет, который и готовил эту встречу «Октябрь-100», исходил вот из таких, ну, как бы, понятных соображений, что большой праздник, 100-летие, конечно, хочется отметить, как следует. Хочется, значит, ну, как бы и красочно, и пышно, и слов больше хорош сказать, но. Вообще, хоть и любили, а настроение было не очень праздничное. Потому что мы этот праздник, вот этот 100-летие «Октября» встречали на родине «Октября» в условиях временного, но все-таки отступления дела «Октября». Поэтому, посоветовавшись в оргкомитете, у большинства было такое настроение, не надо было особенно доказывать, мы исходили из Ленинского совета, что лучший способ отметить юбилей – это, вообще-то, сосредоточиться на нерешенных задачах. Поэтому, вот, в основу подготовки и проведения вот этой конференции, научно-практической конференции, закладывались соображения, что надо проанализировать. Проанализировать и положительный опыт, и отрицательный опыт. Причем, проанализировать, скажем, положительный опыт – это не с точки зрения, еще раз назовем цифры, проценты, достижения, темпы роста, которые… Это все очень важно, да? Но важнее, все-таки, отметить общие закономерности, общие подходы, которые в той или иной степени пригодятся тем товарищам, которые или у нас, или в других странах снова будут повторять путь, значит, строительства социализма, да? Поэтому, вот, исходя из того, что нужна эта работа, определялся и круг партии, который приглашался для участия в этой конференции, и, соответствующим образом, готовились документы. Значит, приглашались не все партии, вот не просто бросили клич, кто хочет, приезжайте, так сказать, и прочее. Нет, значит, исходили из того, ну, мы все-таки давно в движении, из того, какие партии мы, значит, относим к спектру стоящих на позициях ортодоксального марксизма, и которые в своей деятельности придерживаются соответствующих, ну, марксистско-ленинских, действительно, позиций. В первую очередь были приглашены партии, которые участвовали в конференции, проходившей в Ленинграде, в 1997 году. Это раз. Во-вторых, приглашались партии, которые входят в европейскую коммунистическую инициативу. Есть такая форма работы. А там собрались партии, которые этой формой специально противостоят так называемым евролевам. То есть, это вот классическому оппортунизму, который, значит, не просто отказался от принципов марксизма, там диктатуры пролетариата, да и курса на социалистическую революцию, но которые дошли до того, что они, значит, советский строй, советскую систему времен Сталина пытаются отождествить с тоталитаризмом Гитлеровской Германии и прочее, прочее. Поэтому вот эти партии, которые входят в европейскую коммунистическую инициативу, плюс партии, которые, значит, находятся с нами в двухсторонних связях, отношениях, которые мы знаем и прочее. В целом, в очной и заочной форме, значит, в участии вот в конференции приняли 40 партий политических. Значит, все материалы есть на сайтах, на сайте, прежде всего, РКРП, надо посмотреть. Значит, тот, кто хочет вникнуть глубже в проблемы, значит, именно посмотреть содержательную часть работы, значит, должны будут посмотреть и документы, и итоговые, и документы, как бы, которые задавали ТОН. Прежде всего, рекомендуется посмотреть доклад «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции и уроки для современных коммунистов». Это доклад ЦК РКРП, он утвержден на съезде партии. Значит, мы отнюдь не считаем этот документ, знаешь, это самое, единственным и законченным. Даже на съезде РКРП, проходите, мы вам стул сейчас выделим вот сюда. Дима, он возьми, вот-вот-вот, вот-вот, 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 вот-вот. Значит, даже на съезде РКРП у нас еще по целому ряду вопросов есть между собой, так сказать, и трения, и споры, и они продолжаются, и прочее, прочее. Но все-таки основные закономерности, значит, и основные вопросы, которые, значит, к сегодняшнему дню и выяснены, или надо изучить, здесь мы постарались отразить. Мы, вот, как партия, относимся к этому документу, ну, как ко второй программе, что ли. Значит, кто интересуется, какое-то количество экземпляров еще есть в РКРП, значит, их можно приобрести и посмотреть. Далее, на основе, значит, и доклада, и на основе общности подходов, значит, Оргкомитет приступил к подготовке проекта, содержательного документа, значит, который должен был служить теоретическим нашим оружием до дальнейшей работы. Название этого документа – декларация «Октябрь-100». В подготовке этой декларации наиболее деятельное участие приняли, значит, товарищи наши Компартии Греции, товарищи из Рабочей партии России, из Коммунистической партии Сирии, ну, и Российская Коммунистическая рабочая партия, ну, и также товарищи из КПСС. Вот на эти, значит, партии есть специалисты, теоретики, которые готовили, значит, основу для рассмотрения на этой конференции. И эта декларация была подписана, значит, не сразу, причем, значит, еще на конференции было интересное обсуждение, были, значит, значительные споры, в том числе по ряду моментов, так. Но, забегая вперед, скажу, что на сегодняшний день все 40 партий, которые принимали участие в конференции, значит, в очной и заочной форме, а в очной принимало 32 партии, значит, заочной, значит, 8, значит, декларацию эту подписали. Значит, она рекомендуется для изучения в системе партийной учебы у нас, просто тем людям, которые стараются, значит, разобраться в вопросах. И вот, опираясь на эту декларацию, я могу сказать, что почему именно мы проводили эту встречу в августе месяце. Казалось бы, ближе к ноябрю, непосредственно к дате, когда все отмечается, празднуется, но, мы первоначально так и хотели сделать, но, во-первых, в ноябре планировалось проведение встречи с Солиднетом. Это самая широкая общность и самый широкий форум, который сейчас проводится в коммунистических рабочих партий, по названию, по крайней мере, да, в мире. В систему в Солиднет входит порядка, ну, поболее 100 партий, всяких разных. Соображения были такие. Во-первых, многим партиям трудно прислать двух представителей сразу, ну, скажем там, из Мексики или из Южной Африки приехать. Это не так дешево, не так просто. Это, во-первых, чтобы участвовать и в одной конференции, и в другой. Раз. А во-вторых, во-вторых, и это может быть главное, для того, чтобы в большой встрече, в которой очень солидный разброс всяких мнений, в том числе, в которой вот в этой массе, значит, идет борьба тенденций и коммунистической, и оппортунистической, и даже ревизионистской, мы сочли, что там нужно выступать уже каким-то сплоченным ядром, выработав заранее определенную позицию. И поэтому, значит, вот посоветовавшись, планировали, что та позиция, которая будет выработана, которая будет отражена в декларации, вот, октябрь-100, на нашей августовской встрече, так сказать, мы будем оказывать давление, оказывать влияние на то, что будет происходить уже непосредственно в ноябре, 3-го, 4-го, 2-го, 3-го ноября, была большая встреча, вот эта. Заранее скажу, что этот расчет во многом оказался правильным, что именно те партии, которые участвовали в августе, значит, в своих выступлениях на встрече в ноябре, придерживались более революционных, разве как более научных, даже просто взглядов, а не просто, значит, пели там дифирамбы, что октябрь велик, октябрь, так сказать, могуч, октябрь мы все не забудем там, ну и так далее. Поэтому в августе, а эта встреча была приурочена именно к столетию, значит, 6-го съезда РСДРП, нашей конференции, того самого съезда, который взял курс на подготовку вооруженного восстания, значит, обстановка была, ну, действительно, рабочая, во-первых, во-вторых, она была товарищеская, дружеская и заинтересованная. В этом зале сидят, ну, немало людей, которые участвовали в работе этой конференции, наверное, могут это подтвердить. Во-первых, постарались по максимуму дать возможность выступить докладчику от каждой партии. В пределах регламент был до 15 минут, а доклад можно было сдавать, значит, объемом до трех четверти печатного листа, то есть, значительно больше, и все доклады, те, которые сданы, опубликованы на сайтах, их можно смотреть, можно читать, сравнивать, при этом не надо думать, что доклады заканчивались тем, послушали и все. Значит, была довольно солидная дискуссия по докладам, так, был организован второй, третий и даже половина, наверное, четвертого круга обсуждений, где люди, значит, возражали, высказывали аргументы, были несколько острых вопросов, причем они не новые, они у нас, ну, как бы сказать, уже обозначены, как теоретически важные, по которым идет столкновение, ну, например, по опыту построения социализма Компартии Китая, да? Это же целый пласт, это же целый, ну, отдельный, что ли, разговор надо проводить, смотреть, и в конечном счете все сводится к тому, что это всех волнует, потому что, дай бог, если вы вырулили бы, да, на правильный курс, а ведь может быть и высказано, озабочено, что это может закончиться и по-другому, так? Значит, вот, это еще раз говорит о том, что та встреча, которая проходила в августе месяце, которая была организована Оргкомитетом «Октябрь-100», для нас, для нас, я имею в виду, да, РКРП, рабочей партии России, значит, наверное, для наших союзников, которые были приглашены, я имею в виду и ОКП, и РПК, она была для нас, ну, наиболее важна, и она имеет результат, результат в виде итогового документа, который никто не скрывает, который опубликован, и который является нашим, ну, теоретическим оружием в работе, в общем коммунистическом движении, в том числе для борьбы с крепнущим, вообще-то, оппортунизмом и ревизионизмом. Ну, а теперь можно после этого перейти к нашим, значит, уже как оно воплощалось и как оно длилось, значит, на более широкой встрече с «Солиднер», которая состоялась в ноябре месяце. В ноябре месяце в Ленинграде, и это было решено еще, значит, на предыдущей встрече «Солиднет» в Вьетнаме, значит, собрались те партии, которые входят в систему «Солиднет». «Солиднет» свое название получил по имени сайта, который вот эти партии вместе ведут. Основную организующую роль играет здесь компартия Греции, по чьей инициативе эти встречи и были начаты в 1998 году. В Афинах состоялась первая встреча. Потом они пять лет проходили именно в Греции, а затем начали практиковать проведение, значит, в разных странах, на разных континентах. Эта встреча была 19-й, была проведена в честь столетия октября. Именно здесь понятно, что все, значит, хотели, чтобы именно в Ленинграде была проведена эта встреча. Принимающие стороной выступали КПРФ, потому что, значит, организационная работа, расходы, так сказать, мощности для организации такой встречи нужно затратить очень и очень немало, и, как все понимают. И, значит, КПРФ за это дело взялась. Не только взялась, она получила солидную помощь, поддержку от властей. Так, поэтому внешний антураж встречи, конечно, впечатлял. Собралась на эту встречу 104 партии. В Питер приехала для участия сюда здесь. Есть список, можно посмотреть на сайте. Значит, 104 партии встреча проходила, не больше, не меньше, а в Таврическом дворце, в том самом зале, в котором, значит, в свое время Анатолий Григорьевич Железняков сказал, что, господа, караул остал, расходитесь, значит, хватит. Так, вот здесь. Было выделено всего два дня товарищам из КПРФ, и, к сожалению, значит, оправдались те наши опасения, вот которые и высказывались. То есть, в основном упор был сделан на то, что празднуем, пышно, красиво, громко, ярко. Значит, КПРФ пригласила своих активистов со всех регионов России, значит, две с половиной сотни одних функционеров, функционеров КПРФных, приехала. Так, значит, бесконечные презентации, телеинтервью Геннадия Андреевича Жиганова, доклад там на 40 минут, и в конечном итоге оказалось, что на выступление, собственно, представителей партии, многие из которых приехали, там, из Южной Америки, или из условий, где там ведет вооруженная борьба, из Колумбии, откуда-то. Отпустилось по 6 минут. Всего по 6 минут. Никакого второго круга, никаких дискуссий, что принято по регламенту вообще солидная. Это первый раз, вот за 19 встреч, так получилось. Не хватило времени, более того, порядка 10 представителей разных партий вообще не выступили, нет, времени нет, все, закончились. Дальше концерт в Октябрьском, дальше банкет, так сказать, то все. То есть, в основном, пыл ушел именно в празднование, и итогового документа, вот этой встречи с Олиднеповской, как такового, содержательного, нету. Есть общее заявление, что, на полторы странички, октябрь, там, велик, борьба продолжается, будем использовать даты, 200-летие Маркса в этом году отметим, там, 100-летие Коминтерна надо отметить и прочее. Ну, вот примерно так, понимаете. Это тоже, между прочим, во многом под влиянием той конференции, которую мы провели, значит, в августе. Почему? Потому что планировалось, это я знаю, так сказать, определенными товарищами, организаторами, в том числе, составить развернутый документ. Но, значит, поскольку общий, что ли, перевес сейчас, вот в этой встрече с Олиднеп, он кренится вправо, то им бы пришлось его составлять соответствующими положениями, которые годятся для так называемых евролевых, а многие из компартий, которые присутствовали на этой встрече, входят в евролевую. Например, компартия Молдовы, компартия Франции, значит, испанцы, ну и Молдава, я уже сказал, да, финны и прочее, прочее. Называются коммунистические, а входят в евролевую, левые в их фракцию, участвуют в Европарламенте, в этой фракции и так далее. Поэтому, понимая, что не удастся провести документ с правым содержанием и не желая принимать документ левой направленности, революционного содержания, ограничились чем? Они ничего не будут. Мы так вот, в общем, собрались, отметили и прочее, прочее. Вот это, так сказать, то, что можно сказать о той встрече. Более того, значит, из тех выступлений, которые там звучали, вот в эти 6 минут или что-то, ну, те, кто был, не дадут мне собрать, вот Степан Сергеевич, кто-то еще из наших товарищей, те выступления, которые шли от партий, участвующих в августовской конференции, они действительно отличались глубиной и содержательностью. Это относится к выступлениям Компартии Греции, Компартии Турции, Компартии Италии, так, значит, революционные коммунисты Франции, партия, рабочая партия Австрии, ну, и некоторые другие. Значит, я бы хотел в качестве художественного, что ли, такого пятна или примера, значит, привести некоторые мысли и эмоции, эмоции одного товарища, который не был на августовской конференции, да, и который был, как бы, ну, во многом новичком на этой общей солиднетовской встрече, речь идет о выступлении товарища из партии Коммунисты Сербии. Небольшая партия, она хорошая такая, проще, проще. Вот он в своем выступлении, значит, такие высказывал мысли и мнения, это можно посмотреть в Трудовой России номер 19, да. Он говорит, товарищи, мы так разочарованы, что же получается? Получается, что сегодня меньшевики берут верх над большевиками, над нами, коммунистами? Или еще у него тут такая замечательная просто фраза, мы глубоко разочарованы, потому что многие коммунистические партии отказались от ленинизма, в то время, как какие-то открытые это делают, а другие скрыто сотрудничают с буржуазией. Выходит, что меньшевики на сегодняшний день доминируют по отношению к большевикам. И дальше он говорит, да, я думаю, что если бы Ленин был между нами вот сегодня, мы бы сейчас не сидели в этом шикарном, значит, прекрасном здании, мы бы сформовали здание, где сидит буржуазия. Знаешь, вот такие они, с одной стороны, несколько наивные, с другой стороны, очень точные такие наблюдения и мысли, которые высказывают и так далее. Значит, еще он говорит в своих выступлениях и прочее, что мы, конечно, пока у нас сил в Сербии мало, но мы обещаем, что мы никогда не будем работать и заниматься обещаниями, что нынешнюю систему капитализма можно улучшить так, что она будет работать на интересы людей и труда. Это я к тому, что насколько это перекликается, в том числе с днем сегодняшнем и с той компанией, которая, кстати, переживает Россия на этих выборах, да, с соответствующими линиями. И выходит этот товарищ, значит, кстати, зовут его Владислав Милославович. Значит, выходит он на, все-таки на ту мечту, что ли, на ту мысль, которая очень часто высказывается на подобных форумах, что мы очень надеемся на то, что мы вместе все-таки возьмем курс на создание нового коммунистического интернационала. Понимаешь, вот при этом. Это желание. Значит, мы, наверное, к этому еще вернемся. Пока, поскольку все-таки одного желания мало, нужны, так сказать, и условия, нужны и пути построения интернационала, а, значит, в сегодняшнем состоянии, вот если, если брать из расклада сил и того перевеса, который существует в системе солиднет, такого права, оппортунистического евро-левого уклона, то, если браться за построение, то можно построить скорее, значит, второй интернационал в его переродившемся уже виде, ну, а такие партии, как РКРП, или, так сказать, рабочая партия России, скорее всего, оттуда исключат, или сами не пойдет тут уж, дело в курсе. Что еще я хотел отметить по результатам вот этой встречи второго-третьего ноября, значит, в состав рабочей группы были введены новые члены, в том числе Компартия Китая, так, и Трудовая партия Кореи, а также рабочая партия Венгрия. Значит, с одной стороны, рабочая группа не является руководящим органом, и чисто формально мало от этого, что меняется, но мы понимаем, что тот, кто готовит, тот, кто, значит, занимается составом, повесткой, местом, это и есть руководящая работа. При этом те же китайцы очень и очень долго, как бы, держались вообще в стороне от работы системы Солиднет. Более чем 10 лет они присылали просто представителя какого-нибудь политического советника ближайшего посольства из ближайшей страны, который выходил на трибуну, всех приветствовал, говорил, что лучшей поддержкой мировому гоммунистическому движению может быть успехи социализма с китайской спецификой. Ну и на этом ограничивались, да? А теперь они упорно, значит, уже третью встречу подряд проводили эту линию и, наконец, так сказать, вот был решен вопрос о том, что они входят в, значит, рабочую группу и надо ожидать, что это будут, конечно, будут, значит, какие-то новые элементы, будет усиление соответствующей борьбы. Значит, вместе с деятелями из КПРФ и некоторыми другими коммунистическими партиями, они уже, значит, обозначили такую линию о том, что, значит, китайский опыт надо брать чуть ли не за образец, и дальше будем, так сказать, всю теорию подгонять под это дело. Значит, мы, греки, ну и целый ряд партий, в том числе, которые подписывали вот декларацию «Октябрь-100» с этим не согласны, но это говорит только о том, что, значит, теоретическая, в том числе, теоретическая борьба продолжается, и, может быть, даже неплохо, что ее можно будет вынести на публичную арену и на рассмотрение, так сказать, более широкого круга вот партий. Следующая встреча, 20-я встреча системы «Солиднет» в этом году пройдет в Греции, в Афинах, она будет приурочена к столетию коммунистической партии Греции, значит, греки являются одними из, ну, одной из тех партий, с которой у нас наиболее близко сходятся оценки и пройденного пути, и теоретические, так сказать, выводы, поэтому, значит, борьба продолжается, мы к этому готовимся. Встреча, скорее всего, будет в ноябре месяце, так. Значит, это определит рабочая группа, которая собирается уже в мае, так, поэтому посмотрим. Так, теперь, значит, еще хочу сказать, что вот эта встреча с «Солиднет», которая здесь прошла и которая, как, ну, вот я высказался, итогового, что ли, документа не выдала, то есть, результата не была, она определенным образом продолжилась в Москве. Все участники, все участники, которые были здесь, или почти все, переехали, значит, в Москву на поезде, и в Москве к ним товарищи из КПРФ, желая поразить, наверное, всю мировую общественность, добавили еще, значит, несколько десятков партий. В сумме они считают до 140-ка, то лишним было. Эти партии уже относятся к спектру всяких социал-демократических, левых, левоватых, евролевых и прочее-прочее. Там уже они взяли новое название, что это «Левый форум», мы продолжим, обещали дать слово тем, кто не успел выступить здесь и прочее, но, значит, многие партии отказались участвовать в «Левом форуме», например, те, которые входят в коммунистическую инициативу, сказав, что это не наш форум, а мы с этими деятелями из евролевых и прочих не хотим иметь общих дел и прочее. Ну, кто-то там, так сказать, пошел, но это уже не встреча коммунистических и рабочих партий. Это, значит, опять из серии празднуем, отмечаем нас много, мы все тут одинаково одни и прочее-прочее. И эту линию, надо сказать, КПРФ проводит целенаправленно и постоянно. Вот у меня в руках газета «Правда», да? Причем «Правда» за, дай бог, 7 февраля. 7 февраля. Вот заметка в подвале на второй полосе, да? «Своей красной ДНК коммунисты обязаны октябрю». Это интервью, вроде, хороший парень, председатель коммунистической партии Финляндии Юха Пекка Вайсанена. Вроде и тот же член исполнительного совета и партии европейских левых, да? Это вот, вот это те самые европейские левые, которые пытаются, значит, навязать линию к всему миру, что сталинизм чуть ли не равен фашизму, что Советский Союз также виноват в развязывании Второй мировой войны, как и фашистская Германия и Гитлер. Но я уже не говорю, что давно отказались от диктатуры пролетариата, от социалистической революции, там, от построения, соответственно, бесклассового общества, то есть, коммунизма и прочее, прочее. Значит, отражение вот этой расстановки силы, этой теоретической борьбы, можно их находить каждый, в общем-то, день, в том числе в каких-то материалах на нашей здесь земле. Многие этого не знают, прочитают, вроде, товарищ, как, смотри, как, славу октябрю поет, он про красные ДНК рассказывает и прочее. Вроде как почти неплохо, да? Эти дела. Значит, что хотелось еще сказать в рамках того, как проходили празднования, полезные результаты и прочее. Значит, было еще одно мероприятие, общее, наверное, значит, которое мы в Ленинграде особенно отметили. Значит, это демонстрация, митинг, который в этот раз, значит, ну, поскольку участвуют более широкие массы и прочее, проводили единую, да, с митингом у «Авроры» и с участием довольно большого количества партий, которые носят объединяющее название «ИКОР». Значит, «ИКОР», если с английской аббревиатурой расшифровывать, это международная, интернациональная, значит, координация организации революционеров и революционной направленности. Значит, кто был на этой демонстрации, помнит, красочный, так сказать, отряд в нашей колонии, значит, в котором были представители порядка 40 различных партий из разных стран, там и Бангладеш, и Малайзия, и Индия, там, мы, и кого долго не было там. Главными закоперщиками там являются товарищи из марксистской ленинской партии Германии. Значит, кроме того, что они участвовали в демонстрации, мы с ними вместе провели ряд двухсторонних, многосторонних дискуссий, в том числе провели, значит, интернациональный вечер, значит, в гостинице Ленинград, в зале, там, большой, так, и очень товарищи заинтересованы в том, чтобы сближать, что ли, усиливать контакты, значит, с ортодоксальными партиями и России, и мира вообще. Они очень большие надежды возглавляют вот на этот самый Икор, так, они занимают там пост сопредседателя, я имею в виду немцы, так, здесь был, была и, значит, товарищ Габи, фамилию не помню, значит, которая является сопредседателем и вице-президент этого Икора из Индии, товарищ из Филиппин, по-моему, их даже два было, и прочее, прочее. Для чего я это все говорю? Значит, они внешне и по-человечески очень симпатичны, эти товарищи, да, они во многом представляют новые партии, то есть, те, которые откололись от старых оппортунистических, которые возрождены заново, которые имеют в своем названии, там, революционные, марксистские, которые во многом прошли путь бывших маоистских или из полутроскистских образований, с такими, ну, радикальными, что ли, взглядами и намерениями и прочее, прочее. Поэтому все это идет, в чем мы, так сказать, уверены, но от искреннего желания быстрее, революционнее, значит, тверже и в том числе имеется желание как бы форсировать вот этот процесс, а этот процесс как бы мыслится как движение к новому интернационалу тоже. С одной стороны, это, конечно, приветствуется, и мы это дело разделяем и хотим участвовать. С другой стороны, между нашими партиями не только с РКРП, но и, там, скажем, с рабочей партией России и марксистско-ленинская партия Германии, равной со всем опором, существует серьезное разногласие в теории, которые так или иначе будут проявляться и чувствоваться и на практике, да? Поэтому мы с товарищами договорились, что мы, значит, будем продолжать дружбу. Мы посылали к ним докладчиков вот с докладами о столетиях, октября, для участия в их мероприятиях. И в том числе мы взяли у них их, по их просьбе, теоретическую их работу. Значит, вот называется, значит, работа Штефана Энгеля, это у них почетный председатель, о возникновении новоимпериалистических стран. Плюс взяли их программу для того, чтобы без спешки изучить, высказать свое мнение и как бы наложить материалы и вычтенить ту дельту, разницу, в чем она происходит, как происходит, почему происходит. А их, в свою очередь, попросили и посоветовали. А вы изучите, значит, вот материалы нашей конференции, доклад о столетии октября и декларацию «Октябрь 100», для того, чтобы и вам, в том числе, понимать и смотреть, значит, в чем, где есть разница и как мы будем ее преодолевать. Значит, что вот на сегодняшний день показывает этот анализ, о чем бы я хотел сказать, значит, ну, пока не забегая с речкой вперед, значит, и чтобы не обидеть немецких товарищей, потому что они смотрят наши сайты, в том что смотрят наши секции, записи и прочее, прочее, что у нас есть, значит, много очень общего, и мы с ними имеем одинаковые оценки по, значит, ну, скажем, по негативному влиянию, значит, отказа от диктатуры пролетариата и дальнейшей хрущевской политики на судьбы социализма в СССР, да, значит, одинаковая у нас с ними позиция идет. Значит, мы одинаково оценим главный источник сегодня империалистической опасности, как от империализма самого крупного в мире, США, тоже, так сказать, нет вопросов. Одинаково считаем, что необходимо анализировать процессы развития империализма, так, продолжая ленинский анализ, который, значит, империализм как высшая стадия есть в мире и отмечаем те процессы, которые, ну, отражают интеграцию капитала в мире, все большее проникновение, все большее зависимость и так далее. Значит, это правильно. Но вместе с тем у нас существуют серьезные разногласия, которые относятся, ну, к примеру, да, значит, товарищи в своих теоретических работах говорят, слушай, после того, как Хрущев отказался от тезиса диктатуры пролетариата, Советский Союз, он сразу потерял свое социалистическое содержание и превратился в социал-империалистическую державу. И после этого его, значит, политика, в том числе на внешней арене, она является вполне социал-империалистической, это просто, значит, противостояние с американским и мировым империализмом, поэтому даже те действия, которые выражаются в нашей помощи, там, Кубе, Вьетнаму и так далее, ими расцениваются как, значит, не помощь солидарная, пролетарская, а развитие своей экспансии и чуть ли не агрессии. Вот мы говорим, стоп, ребята, значит, мы с вами здесь не согласны, но не согласны не просто потому, что нам обидно задержавали что-то, не согласны потому, что это не научный подход, потому что нельзя все сводить просто к личности, потому что характеристика общественно-политической формации, она состоит не просто в словах, которые записаны в программе, да, не просто в личности того лидера, который сегодня занимает пост генсека, там, или председателя партии и прочее, а это система производственных отношений, это отношение собственности, это экономика, прежде всего, та, которая здесь лежит, поэтому от непонимания вот этой диалектики, от непонимания форм классовой борьбы, которые идут при социализме, а это борьба между тенденциями, мелкобуржуазной тенденцией и пролетарской, в том числе борьба и в экономической системе, где, значит, элементы товарности борются с, значит, линией на организацию непосредственно общественного производства, вот она и приводит к таким, ну, как бы, скороспелым, поспешным оценкам. Отсюда, опять же, мы так, пока по-дружески у нас все это мнение, мы им советуем, что, ребята, вы глубже изучите систему, значит, советов, потому что мало говорит диктатура пролетариата, надо понимать, как реализовать вот эту сущность, да, в какой-то организационной форме, а дальше идет вся наша теория и то, что мы с вами изучаем по системе советов, по их построению, пока товарищи этого не очень понимают, не чувствуют, поэтому даже у них и в этой брошюре, и в программе, там, где они, значит, мечтают, что ли, да, или строят кланы на будущую мировую революцию, они говорят, и выйти мы должны на социалистические Соединенные Штаты Мира, мы говорим, а почему не на, значит, мировой союз советских социалистических республик, да, вот в этом так сказать, понимаешь, конечно, дело не в названиях, но вот как бы отражается, проявляется и прочее, прочее. Я думаю, что такие же у нас имеются с ними пока, пока имеются расхождения в теории, которые идут от недостаточного диалектического понимания процессов внешней политики, вроде бы отрицательно оценивая роль империализма, значит, и прежде всего наиболее агрессивного звена Соединенных Штатов Америки, товарищи все-таки не, 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 не улавливают необходимости и возможности использования трещин вот в этом периодическом лагере, значит, исходя из которых можно во благо для развития движения в прогрессивных целях, значит, их использовать. И отсюда у них идут, скажем, оценки событий, которые произошли с Крымом, как чуть ли не аннексия со стороны российского империализма, типа того, что они там против этого дела, да, отрицательные оценки режима Асада, оцениваю, что, ну, ну, диктаторский чуть ли не профашистский режим там и прочее, прочее, вот. Это я к тому, что серьезные разногласия в теории, да, они так или иначе всегда потом выливаются в расхождение на практике. И как бы не хотелось форсировать процесс, давай сейчас объявим о том, что у нас единый тут Коминтерн или Икор или еще что-нибудь, лучше всегда, и прежде всего, нужно разобраться в, значит, в теории. И строительство Коминтерна, если мы с вами проходили это на одном из занятий, да, если и начинать, то начинать надо по-ленински, начинать прежде всего, что добиваться единства марксистов, а не единства марксистов с извратителей марксистов. Начинать с того, чтобы ликвидировать разброд и шатания, и после этого сколачивать действительно то, чего, значит, будет и ортодоксальным, и дееспособным. Ну и кроме того, всем надо понимать, что интернационал ведь это не просто общность, интернационал создавался как единая партия, понимаешь, а это дисциплина, это обязательство выполнять, ну и так и тому подобное. Недаром Буржуазия всего мира до сих пор находит руку Коминтерна там, то в одном конце света, то в другом. Вот, пожалуй, что почти что все, поскольку время уже у нас заканчивается, да. Единственное, для завершения я хочу сказать, что это то, что относится к теории, да, это очень хорошо и правильно, но мы не должны забывать, что кроме теории есть та работа на практике. Вот я тут несколько, ну скажем, дружеских замечаний высказал в адрес товарищей из марксистско-левицкой партии Германии. Но они у себя, между прочим, в рабочем движении очень неплохие позиции имеют. И тот же Штефан Энгель является представителем шахтеров Рура на переговорах с правительством этой соответствующей земли там или где-то. Те же греки выводят на улицы и у них есть всегреческий рабочий фронт, сотни тысяч человек и опираются на это. Мы с вами пока этим похвастаться не можем, поэтому, значит, себя надо начинать, не только с теорией, но и то, что мы должны, наконец, найти хорошие точки опора на фабриках, на заводах, в рабочих профсоюзах, в профсоюзном движении. Ну, а начинать все равно, конечно, надо с просвещения, с той работы, которую мы занимаемся сегодня. Поэтому успехов нам в этой работе. Спасибо. Вот вопросы уже поступили. Раз поступили, будем в проводе отвечать. Так, товарищ Апсов спрашивает, представители какой компартии в своем выступлении на октябрьской встрече, да, критиковал российский рабочий класс, которого брали пример, допустим, что... Я не понял, Виктор Роберт, о чем речь идет? Ну, было выступление, я не помню, кто выступал, и он просто удивлялся, что как это? Рабочего класса не выплачивает зарплату. Понятно. Я сейчас сходу-сходу сказать не могу, кто именно, да, но это типовое выступление, особенно для представителей, значит, тех компартий и, соответственно, тех отрядов рабочего движения, которые уже имеют солидный опыт борьбы такой. Ну, возьми для тех же наших финнов или тех же там итальянцев, американцев, которые там... Они удивляются, как это так, месяц, два не выплачивают зарплату, полгода и они молчат, да вы что? Для них это... Понимаешь, это тоже, ну, как бы... С одной стороны, это степень развития капитализма у нас сегодняшнего, да? А с другой стороны, это еще не научились, пока не умеем, не... Вот посмотрите, кстати, вот сейчас интересный момент для воспоминаний. Несколько дней назад в преддверии выборов Единая Россия, Евру, Единая Россия, президент внес в Госдуму проект закона о том, что начиная со следующего года, да, с февраля, мрот будет равняться величине прожиточного минимума, так? Уже с мая уже размещал. Ну, с мая. А этот пункт записан в Трудовом кодексе с 2001 года. Записан в Трудовом кодексе. Сколько потребовалось? Почти 20 лет вышли тут и перед выборами они... Никто не просил. Да, не просил. Лично я вносил несколько раз. Кроме меня были там... Вот, вот видишь, да. Так что, значит, это борьба, понимаешь, и опыт борьбы в том числе. Так, вопросы. Сложились ли предпосылки для создания коммунистического интернационала? Возможно ли в ближайшей перспективе его учреждения? Ну, я уже ответил практически на этот вопрос, да? Движение в эту сторону и возможно, и необходимо. И в разных формах оно идет. В том числе и та конференция, которую мы провели, и та декларация, которую приняли, это в ту сторону, так? И те формы, которые... Европейская коммунистическая инициатива и выпуск общего журнала «Коммунистический обзор», который 12 партий сейчас проводят. Это тоже движение в ту сторону. Но сказать, что этот процесс вот уже подходит и где-то, где-то, ой, нет. Это, так сказать... Я думаю, что еще не очень скоро. Если будут такие забегания вперед, в том числе вот от тех партий, которые, ну, с нашей, с нашей вот точки отсчета являются правыми, то, скорее всего, это будет... Может, название они могут взять и коммунистическое, но, скорее всего, эта общность будет, значит, какой-то производный типа второго, значит, интернационала в его плохом виде, разлагающий сюжет. Так, какие последствия для рабочего движения России и других стран может иметь выделение ортодоксальных партий и подписание им августовской декларации «Октябрь-100»? Я думаю, положительные последствия, да? Причем вот при подписании этой декларации, значит, очень отрадно, что появились те партии, которых мы до этого плохо знали. Вот та же партия, значит, рабочая партия Австрии, да? Очень толковые, толковые, значит, ребята идут. Теперь одна из наших вот общих задач – это постараться те контакты, в том числе схожесть теоретических позиций, которые проявились в подписании декларации «Октябрь-100» перевести в хорошие контакты между теми, кто занимается непосредственно рабочим движением, непосредственно профсоюзным движением. Кое-что у нас в этом направлении ведь уже было, да, и неплохо было. И те же контакты с Всегреческим рабочим фронтом ПАМЭ, из Всемирной Федерации профсоюзов и так далее. Надо будет это развивать дальше. Так, ваши отношения к Компартии Китая и ее политике. Я уже сказал, что, значит, в принципе, этому вопросу надо бы как-нибудь посвятить отдельное занятие. Значит, сегодня пока наши оценки из РКРП сводятся к тому, что надо, ну, не просто как бы к отдельным заявлениям или отдельным пунктам, которые сейчас уже есть и в программе и в уставе Компартии Китая выражать отношения к самой тенденции. Понимаешь, пока понятно, что в Китае смешанная экономика, понятно, что там идет борьба капиталистических и социалистических элементов и тенденций. С нашей точки зрения, значит, все больше и больше перевес берет капиталистическая тенденция, и не только в экономике, к сожалению. К сожалению, они и в партийном строительстве, значит, приняли решение о допуске в свою социальную базу предпринимательских элементов. А это бесследно не проходит, поэтому, к сожалению, наш прогноз, он, что могут они повторить печальный опыт, значит, КПСС, ну, в каком-то другом исполнении. А пока они, ну, грубо говоря, мечту Горбачева воплощают с красным знаменем капитализм. Ну, вот их вхождение, кстати, в рабочую группу китайцев, да, оно довольно интересно и, может быть, будет возможность есть в более прямом, что ли, контакте о чем-то говорить и спрашивать. Пока на всех предыдущих встречах, вот на которых мне, по крайней мере, удавалось участвовать и в других конференциях, не только солиднетовских, значит, отмечено, что китайцы не отвечают на критику, понимаешь? Вот они делают вид, что, типа того, что это их не касается, незаметно, ни того. Я видел их один раз всего, когда их критика задела, но она не касалась теории. Эта критика была о том, что китайцы неправильно себя вели по отношению к спорным островам в море, там, с вьетнамцами, у них есть соответствующие конфликты. Когда это вот сказали, что нас это беспокоит, и товарищи китайцы здесь явно не правы, вот здесь они из штанов выпрыгнули. Я же, так сказать, в перерывы прибежали, там, сказать, доказывать, рассказывать, как вы можете, какое право вы имеете вмешиваться, они говорят. А дело было как раз с греками. Они, так это самое, горячо, что это не ваше дело, куда вы лезете, на что им ответили, вы постойте, стойте. А какое право вы имеете вмешиваться в греческие дела и приватизировать наш порт Перей со своим капиталом? Чего вы лезете? А рядом стоящие ребята из Казахстана сказали, а какое право вы умеете лезть к нам? А у нас же на озере не стреляли, в рабочих стреляли на этих самых промыслах, которые принадлежат китайскому капиталу. Вы что тут лезете? Понимаешь, вот это, ну, в колуарах, в перекуре, но тем не менее, это говорит о том, ну, напряжении, что ли, от тех сложностей, которые. Так, что мешает объединению всех коммунистических сил под единым руководством. Значит, ничего не мешает, если они коммунистические. Раз этого не происходит, значит, не коммунистические. Поэтому единое руководство над разнородными, оно пользу не принесет, принесет минус, наверное. Так, поднимался ли на Солиднет хоть в каком-нибудь виде вопрос об участии левых сил в президентских выборах России о едином кандидате? Кто такие левые силы, которые поддерживают Грудинина? Значит, на Солиднет такие вопросы не рассматриваются. Значит, и тем более, что Солиднет – это не орган, который принимает решения. На Солиднет могут выступить та или иная партия со своим мнением, да? В том числе, вот будет сейчас эта встреча в Солиднет, значит, в Греции. Так, и в выступлениях Тюлькина, если его туда пошлют или кого-то другого, может уже прозвучать линия на, значит, оценку Грудинина или там еще кого-то. Кстати, в Солиднет упорно просится коммунисты России с Райкин. Уже несколько заявлений, так сказать, писали и туда лезут. Значит, и такие вопросы, ну, подобные вопросы. Там время от времени проскальзывает. Почему? Потому что как раз вот те самые оппортунисты из евролевых, да, они на парламентских выборах работали против Компартии Греции, причем открыто, за эту самую Сиризу, которая сегодня находится в ранге правящей партии в Греции. Мало, это левая альтернатива, это там чуть ли не удар империализму Евросоюза и прочее, прочее. Вот сегодня мы наблюдаем, как эти левые, так сказать, проводят ту же самую, значит, евроимпериалистическую политику со всеми вытекающими, прочее. Поэтому на Солиднет это, если поднимается и возникает, то вот именно в таком виде, как мнение партии, которое не высказывает. Так, но кто тут поддерживает кандидатуру Грудинина и прочее, прочее. Значит, с нашей точки зрения я, значит, Грудинин, вместе с Зюгановым, они выполняют, ну, вот, очень важную для буржуазного режима функцию. Они поддерживают вот тот элемент веры в буржуазные выборы, что через выборы можно что-то изменить и повлиять. И тем самым работают на стабильность системы. Понимаешь? Буржуазная демократия, она на этом держится. На вере, что, так сказать, говорит, и вот этими выборами как-то чего-то. И именно из их уст, причем Грудинин уже успел научиться и повторял за Зюгановым, значит, бюллетень лучше булыжника. Вот, вроде так внешне выглядит, а по сути дела это вот вам бюллетень, не надо никакой борьбы. И мне, что тут, какие-то забастовки, стачки, баррикады, еще булыжник. Вот и все. Ну, а дальше в интернете сколь угодно материалов, в том числе на наших сайтах РКРП и Родфронт по этому поводу и написано, и сказано, и видеоролики записаны. Я совсем недавно записывались. Политологические заметки как раз по этому вопросу. Можно посмотреть. Насколько, на ваш взгляд, КПРФ возможно для реформирования и, значит, ну, грубо говоря, возвращения на коммунистические рельсы. Есть ли смысл и теоретическая, что ли, возможность влиять на КПРФ путем массового вступления в партию и избрания ее руководства на разных уровнях? Значит, с моей точки зрения, значит, уже процесс там зашел с речком далеко и их вряд ли удастся повернуть в обратную сторону, понимаешь? Когда они принимают уже такие решения, как вот 2011 год, это, наверное, был последний год, когда мы с ними пытались договориться на общепартийном уровне о совместных выборах. Мы тогда предлагали включить всего одного рабочего в центральный список, десять человек. Всего одного. Причем можно из докеров, можно, так сказать, из автомобилистов, можно из защиты. Это и договорились. И они говорили, что вполне возможно, что они рассмотрят, что это разумное и очень интересное предложение. Александр Жюганов, я вот его, ну, тридцать лет почти знаю, я никогда не слышал от него отказа. Он каждый раз говорит, интересное предложение и записывает. Мы обязательно рассмотрим это. За день до съезда они в этот центральный список включили личного друга Путина, генерала ФСБ Черкесова. Вот, ну, когда уже такие решения принимаются, я даже не очень, значит, верю, что это, как бы, какое-то у них внутреннее побуждение. Я думаю, что им просто уже дают указания и ими командуют. Ну, потому что иначе кто-нибудь помнит, чем Черкесов отличился в парламенте. Ну, так вот, кто-нибудь, он что, какой-то там закон или какие-то разоблачения или какой-то пустынь. Так, трудоустроили для чего-то, чтобы приглядывало или как-то, или где-то. Поэтому вряд ли есть эта перспектива на сегодняшний день. А с точки зрения туда войти и, значит, работать на захват, что ли, власти, это, ну, это, как бы, такие утопии. В 1992 году, да, когда КПРФ образовывалось, в 93-м даже уже, в феврале у них был съезд, значит, целый ряд отрядов даже, отрядов из РКРП, хороших людей в том числе, хороших людей, даже кое-где целые организации вместе с секретарями пошли туда. Они пошли, значит, исходя из того, что, смотрите, это же объединить не съезд, это же разрешили, да, это же сейчас все вместе. Мы пойдем туда и будем заруливать влево, влево, вот, да. И пошли Косолапов, Макашов, Козленков, значит, Ребров, значит, много хороших людей, искренних, я имею в виду. А большинство, это на съезде решался вопрос, большинство сказало, что, слушайте, значит, переждавший аппарат, переждавший, будет иметь базы переждавших этих коммунистов, но они по-прежнему будут проводить ту же самую линию Горбачевскую. Мы в кои-то веки получили ситуацию, когда мы коммунисты в своей партии в большинстве, потому по СС мы работали в меньшинстве вот на 22-28 съезде, когда отборолись и прочее, прочее. Поэтому снова возвращаться туда и оказываться там в меньшинстве, заниматься этой работой – это бесполезно. Практика показала, что все вот этих товарищей, в том числе хороших товарищей, которые, значит, шли туда заруливать влево, на сегодняшний день всех вымыли из руководства и из ближнего и даже с дальнего круга. Ну, где сейчас эти люди? Макашев, Косолапов, там, кого-то уже и в живых нет. А сегодня, ну, я просто помню, знаю, в окружении Зюганова нет ни одной фамилии, которую можно было бы назвать, который в 90-м там году выступал бы против Горбачева и Горбачевщины курса на рынок. Ни одного. Нету. Всех выпустили. Но вот это заблуждение, что можно повлиять, оно сохраняется. Скажем, наш друг Аваляне, Тимураз Георгиевич, да? Многие знают. Это тот, который свою кандидатуру выставлял на 28-м съезде против Горбачева на выборах. Он и сегодня, когда с нами встречается, со мной в частности, останавливается и так говорит. И все равно ты виноват, Виктор. Почему ты? Ты там это сама рулила влево, не зарулила, а я виноват. Потому что, если бы вы всей партии туда пошли, обстановка была бы качественно другой. Ну, вот, понимаешь, люди верят в сказки, любят верить. Думают, что так не бывает, понимаешь? Последний вопрос. Последний? А, хорошо. Так. Планируется ли просветительская работа по разъяснению широким массам? В чем суть марксизма? И кто такой Маркс в связи с его демонизацией? По типу фильма BBC. Философ, изменивший мир. Очень хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, планируется. И надо еще планировать. В этом году, кстати, исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Если я правильно помню, 5 мая. Поэтому надо готовиться. То, что можем, будем делать. Но лучше всего это, конечно, изучать. Пока у нас вот есть форма, в том числе, вот, университет рабочих корреспондентов. Я думаю, что мы в учебном плане наверняка имеем, да, соответствующий пункт. Ну, и мы постараемся. И в газетах, и в журналах, и на сайтах, и где можно, так сказать. Так, всем большое спасибо за внимание. Выступление. Дерайся мы в ванной холосе. Самого традиция встреч по мучительских рабочих, как говорилось, партии, она идет с Хрущева. Само название Хрущева. Надо сказать, что во времена Хрущева вот они напоминали то, что так хорошо описал Виктор Аркадьевич встречу Solid Next. То есть встречи с возлияниями, с такими короткими, приветственными словами. Но вот сейчас, в 2018 году, вот одна из этих встреч, она выделялась резко по своему уровню. Это конференция «Октябрь-100» в августе этого года. Как была построена эта встреча? Эта встреча была построена в виде конференции, где все, как Виктор Аркадьевич совершенно верно сказал, имели возможность выступить. И это была лучшая, так сказать, форма обмена мнениями. Что эта форма показала? Эта форма показала, что в мире имеется несколько десятков коммунистических партий, которые признают диктатуру пролетариата. Это произошло впервые за многие, многие, надо сказать, десятки лет. Что говорит вот этот факт диктатуры пролетариата? Это говорит тоже признание этого факта. То, что, во-первых, люди уходят от вульгарного, как говорил Ленин, противопоставления диктатуры и демократии. А более чем полувека уже мозги у людей густо засижены тем, что вот есть демократия, есть тоталитарные режимы, а есть вот и вообще народное государство, что вверх Хрущев, и к чему, надо сказать, аллергии очень многих нет. На самом деле, государство – это диктатура правящего краса по определению. Оно может быть либо буржуазным, либо пролетарским диктатурой пролетариата. И оно таким будет до самого упражнения государства, до полного коммунизма, когда не будет ни государства, ни демократии, и даже компартии не будет. Либо не будет авангарда, и не будет краса, и все такое. Вот. Это очень ценно. Но сказав А, как совершенно верно заметил Виктор Аркадьевич, надо сказать и Б. Всякая сущность имеет свою организационную форму. Вернее, всякая сущность имеет свою форму. Организационная форма диктатуры пролетариата – это, как говорил Ленин, советы. Органы власти, выбираемые по производственным единицам, заводам и фабрикам. И надо сказать, что вот здесь уже на конференции единодушия не было. Вылез товарищ школьников из Белоруссии и сказав, что надо вот отказаться от этого поражения, потому что вот Сталин от него отказался, Сталин такой вот молодец, и надо марктизм-ленинизм-сталинизм говорить, а не просто марктизм-ленинизм. И вроде, так сказать, о Сталине хорошо, а вот эту ошибку надо прямо сказать сталинскую, он пытался под этим солнцем протащить. И там возникли дискуссии, то есть уже такая некоторая возникла неоднородность. Но сказав Б, надо сказать и В, как тоже совершенно верно Виктор Аркадьевич отметил, что советы эти они, и кстати вот опять же Виктор Аркадьевич упомяну, у него была замечательная лекция уже давно, году не в одиннадцатом лет, о возникновении советов в Иванове. И там он очень хорошо показал, как советы эти возникли из стачкомов на предприятиях. Советы, избранные по предприятиям, не возникнут по приказу какому-то сверху по введению закона декрета сверху. Потому ты сейчас скажи, выбирай по предприятиям, кто будет контролировать эти выборы. Понятно, кто администрация. И ничего особенно хорошего в этом не будет. Но тогда, тогда заветы выросли из стащенных комитетов объединившихся. И тогда, если вести такую линию на создание советов, то тогда надо вести, ну, идти на забастовки. А если мы говорим о забастовках, нужны профсоюзы. А хорошего профсоюза сильного не создашь без того, чтобы он боролся за хороший, сильный кордоговор. А вот что касается понимания вот этих вещей, вот тут уже имеется, имеется, я бы сказал, глубокое непонимание даже среди тех людей, которые себя называют твердыми коммунистами. По крайней мере, я за греческими товарищами на той конференции гонялся, пытался из них выудить, как из людей, имеющих славу, там, потрясателей государства, большими демонстрациями, связями в рабочем крае, там, рабочим фронтом и так далее. А что с кордоговорами-то в Греции, где все есть? А есть ли там кордоговора-то хорошие? Вот. И товарищи эти, значит, вчера говорили нам, ой, мы потом, сейчас, сейчас, сейчас нам некогда, мы тут заняты, там вагена сбора еще такой с бородой этот товарищ. Вот. А потом они просто стали, я перемещаюсь сюда, они перемещаются сюда, я перемещаюсь сюда, они перемещаются сюда. Как-то так это, ну, особо третировать их не стар, а стар, ну, я понял так, что там особо ничего нету. И получается, что это вот эти демонстрации многотысячные, они как бочка пустая громыхают, а сухого осадка никакого не остается. И это вот влияние греков в рабочей среде греческих коммунистов, оно во что разменивается, на что? А на парламентские места, то есть люди просто поднимают свой пиар, поднимают свое реноме в массах, те их выбирают в парламент, и в парламенте вот стало чуть больше, стало чуть меньше. Надо сказать, что это вот парламентская вот эта вещь, такая зараза, которая обнулила практически мощнейшее коммунистическое движение в Европе, послевоенное. Потому что там у коммунистов был колоссальный авторитет, и они все его размотали по парламентам. Сначала у них там были очень хорошие позиции во Франции, в Италии, чуть ли эти страны там не качались уже между социализмом и капитализмом, но парламентам эти вещи не решаются. И пошло это все, поехало, 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 по нисходящей, вот уже единицы процентов, потом доли процентов, несмотря на то, что там и гомосятину стали подтягивать и так далее. И все это, правда, сошло на нет, и сейчас мы практически с нуля это все возрождаемо. Кстати, хотел бы еще раз упомянуть РКРП, что блестящая была совершенно организация конференций с десятками иностранных делегаций, которые надо было разместить, накормить, перевести, перевести в смысле с буквы «С» на это, на русский язык, там, перевод организовать, чтобы все все понимали. И эта задача была успешно решена. Это вот тоже кароссальная задача, и это хорошо, но вот все-таки в плане, раз у нас тут пошла дискуссия и критика, не могу все-таки не сказать, Виктор Аркадьевич, троцкисты, даже леницы, нам не друзья. Они правее Путина, с режимом которого вы ведете борьбу. И это доказало в частности сегодня, недалее как несколько часов тому назад, Михаил Васильевич с Борисом Николаевичем были в Сестровецкой договариваться по поводу конференции очередной в современном мире. И надо сказать, что в администрации Сестровецкой они нашли разные оттенки понимания, начиная от понимания такого испуганного, ну вот мы говорим, да, 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 хорошо, хорошо такого, и кончая открытым таким, да, поддержим все. А вот что касается директора музея, который решается с троцкистами, решается там взробное совершенно, я выхожу из вашего оргкомитета, не хотите говорить, ну как вы выходите, вы, я вот подседатель, Борис Николаевич, мы заместитель, а вы как директор музея. Ну так и дали понять, что раз ты выходишь из оргкомитета, да ты давай уходи из директоров музея. А предистория появления этого директора такова, что там была очень хорошая директор Елена Владимировна, ну после доноса написанного яблочницей Евдокимовой, которая написала, что там проводятся вот эти конференции, это ее даже, по-моему, оттуда не сняли, просто на нее стали давить, она испугалась, ушла. Вот пришла вот эта директор, которая как-то так, она вроде не то несет, но вот сегодня вот буквально она очень жестко, так достаточно однозначно против нас высказалась. Это я к чему говорю? Троцкисты, яблочники, все это шушер, они правее Путина, объективно правее. И если они придут к власти, они, так сказать, нас подзажмут. Путин-то нам не мешает, а эти-то нам мешают. Так что поэтому это вот я все-таки рассматриваю как некий оппортунизм, то есть превышение интересов сиюминутных, ущерб интересам долгосрочным. Это искусство, мы не будем сейчас, но ответ. Значит, мешает он нам многим чем. Значит, во-первых, он нас лишил регистрации, в том числе лишил возможности на парламентском поле двигаться и работать. Спас вас от ревизионизма. Да нет, орден ему за это дело. Значит, первое, на что хотел обратить внимание, что вот в те дни, когда мы праздновали, значит, столетие октября, она ведь идеологическая борьба и ушла по всем фронтам. Вот как Владимир Ильич Ленин предупреждал, да, что на, значит, люди всегда были и будут оставаться там глупенькими игрушками, пока они научатся везде, за всеми проблемами искать интересы классов. Так и здесь. Значит, с одной стороны, все осваивали гранты, которые выдает правительство на мероприятия в честь столетия этой самой революции российской, да. И вот мы знаем, что и один музей организовал и политической истории, и там и в Эрмитаже даже было, и там световое действие на лазерное шоу и прочее. И вот маленький пример. Группа наших товарищей в коллективном порядке идет на премьеру оптимистической трагедии в Александринку, да, бывший Пушкинский театр. Оптимистическая трагедия. Всеволод Вишневский там. И, ну, возвращаются они не то, что разочарованы, они возвращаются, так сказать, пропитанной классовой ненавистью. Потому что даже в анонсе этого спектакля уже сказано, что цель вот режиссера-постановщика, какого фамилия там, забыл. Значит, деконструкция, то есть, развенчание советского мифа о революционном подъеме массы, романтики революции там и прочее, прочее. То есть, понимаешь, вот они действуют методом, если нельзя запретить, они опошлить можно, извратить можно, изолгать можно. И это, конечно, везде и всюду. Все мы помним те сериалы, которые по телеку крутили там всякие демоны революции, троцкие там, те, все эти десятые и прочее. Вот это первое. Второе. Значит, я, в общем-то, довольно в граничном плане употреблял троцкийской ледницы, но в защиту не товарища там Троцкого, а все-таки некоторых их деятелей, хочу сказать, что ведь среди них есть много и довольно честных деятелей, с одной стороны, заблуждающихся, с другой стороны, не столько категорически выраженных, да, сколько, и это понятно, значит, исторически имеющих обиды у кого-то там отца репрессировали, у кого-то еще где-то что-то, и довольно неплохо и честно работающих на сегодняшнюю борьбу. Возьмите вот тот же профессор Курашвили с его книгами, да, о исторической, так сказать, смысле неизбежности сталинизма, Борис Павлович. Он антисталинист вообще-то, но признает, что это, ребята, был тот период, когда было необходимо и прочее. А возьмите вот этого из сегодняшних наших друзей, товарищ Абрамсон, значит, Иосиф Григорьевич, он в лучшую сторону отличается от всяких вот и соловейчиков, и там, и того же Козлова и прочих, потому что честно и отстоит в пикетах с нашими товарищами работой, и собрав несколько листов подписей, нотариально оформившись, сдав и принеся сюда за рабочего кандидата и прочее. Поэтому, значит, этот момент не просто использовать, ставить на благо общего движения нужно, значит, как умел и делал Владимир Ильич, используя способности, в том числе, так сказать, товарища Троцкого для того, чтобы революция победила или продвинулась, по крайней мере, вперед. Вот, а вот защиту я хотел сказать наших греческих товарищей, Иван Михайлович, вот вы, я с вами согласен, нас всегда этот вопрос тоже волновал. Слушайте, а где же ваши колдоговора? Что же у вас на конкретном предприятии в порту и прочее, да? Где? Значит, во-первых, надо понимать, что в том числе разное законодательство в разных странах и разные формы и опыт диктуется отсюда. Нет у них действительно, вот в нашем понимании, колдоговоров, привязанных к предприятиям воздействиям. Нет. И законы не очень это дело позволяет где-то делать. У них под колдоговорами чаще принимаются такие вещи, как то, значит, тарифные соглашения отраслевые и прочее, прочее. Но в чем вы абсолютно не правы, это в том, что они ходят по улицам и только гремят. Разрешите вам напомнить, значит, их стачку крестьян, когда они на неделю перекрывали дороги, дай Бог память, там, начало двухтысячных годов. И я тогда в жизни первый раз видел красного губернатора. Те наши, которые вот здесь там были, всякие мошковцы. Это не красные, это КПРФные. А вот там красного. Это мы сидим в таверне, там рассказывают, кто анекдоты, кто о борьбе, кто что. А напротив, значит, сидит мужик там такой, наверное, возраста, как я сейчас, и тогда был моложе. И мне говорят, слушай, это вот это самое, наш губернатор, ну, глава там провинции, который забастовку там организовывал, перекрывали эти дороги на неделю крестьянами. Я говорю, как это так? А вот так, говорит. Начали забастовку, он член партии. Ну, приходит ко мне секретарь организации областной там и говорит, слушай, извини, мать умерла, я поехал. А остальные три дня ты перекрывай здесь дороги. Ну, говорит, три дня он как губернатор там перекрывал. Так я к тому, что по этому перекрытию, вот самое, Иван Михайлович, 1400 дел было возбуждено в суде против участников всех этих долл. Это не просто погреметь, походить по где-то, по чего-то. Поэтому нельзя так вот говорить, что наши греческие товарищи, они, я уже, ну, добавлю, а помните, как они не пропустили через Грецию, не пропустили войска НАТО, они не пропустили. В Югославию. Они не пропустили, понимаешь? И это стычки там будь здоров, какие были с полицией, со всякими делами. Поэтому, значит, разные условия, формы разные, но борьба у у них, ну, как бы, по напряженности даже, по напряженности, я уже и по широте, и по глубине, нам у них еще многому чему учиться надо. Мы пока еще отстаем это дело. Так, всем. Значит, ну, в остальном всем спасибо за внимание и успехов в нашей общей борьбе. Ну, а вам спасибо. Да, спасибо. Так, тема следующего занятия – выборы и организация рабочего класса. Идет занятие доцент Герасимов Иван Михайлович. Вот, встречаемся через неделю. Так, вот здесь есть номера 19-й, где описана встреча, которая была в Таврическом, можно получить. Это уже вторая. Посмотрите, как можно приобрести. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...